Местные жители уже привыкли к огню. Совсем недавно, недалеко от места сегодняшнего возгорания, полыхала старая постройка. Вот и сегодня пожар охватил деревянный дом. Не так давно здесь жили люди. Некоторое время назад дом признали аварийным и расселили. Если честно, я вам точно не скажу, что я просто сам шел уже мимо по своим делам. Увидел, что здесь горит. Я на этом поле футбол играю. Запереживал, что не поле ли горит, там же раздевалки. Местные жители не исключают, дом могли поджечь. На такие мысли людей наталкивают слишком частые пожары. На той стороне жгли дома, на этой стороне жгли дома. И как бы, ну, с такой завидной регулярностью. Я не знаю, это мое личное мнение, что да, скорее всего, поджог. Может, кому-то это нужно, а может, какие-нибудь банджи. Пожарные уже несколько десятков минут борются с огнем, пока безрезультатно. Быстро огонь локализовать не удается. В паре метрах от горящей постройки находится территория детской спортивной школы. Здесь дети занимаются футболом. Еще 10 минут назад подростки играли в футбол вот на том поле. Но из-за дыма им пришлось преждевременно завершить игру. Стадион не очень большой, но дети сюда любят ходить. Частые огненные шоу стали пугать учеников школы и их родителей. Территорией никто не занимается. Инвесторы, ну, сами посмотрите, везде разруха. Хоть фильм про Великую Отечественную войну снимай. А рядом детишки. Очень опасно. Проблема частых пожаров в поселке Парижская коммуна должна заинтересовать полицию. Местным жителям давно понятно. Все возгорания происходят не просто так. Люди хотят, чтобы виновники событий были найдены и наказаны. Дмитрий Жданюк, Георгий Колчин. Оперативное вещание.